привет ребят наконец-то мне появилось время я произвел все тесты на интересный планшет чуи в 17 hd сначала могу сказать что он для затравочки так что планшет неоднозначный но в том плане что блин вот я не ожидал некоторых вещей от этого планшета совершенно а он ведь ожидания оправдал короче сейчас вам расскажу вот такой планшет обычный 7 дюймовый ничего в нем примечательного нет одна веб-камера фотоаппарат господи глазок камера сделан достаточно хорошо никаких нареканий по сборке нет не хрустит не ломается все отлично 7 дюймов экрана разрешение 1024 на 600 принципе все вполне стандартно IPS матрица экранчик IPS но я могу сказать то что яркости маленечко здесь маловато не хватает особенно это заметно ночью когда лежишь смотришь фильмы по нему яркости вот поленечко как будто был бы поярче чуть чуть посочнее но это уже мои придирочки при этом придирочки к такому планшету необоснованно стоимость его всего лишь 60 с чем-то долларов так что вообще копье вот здесь 3g модуля нет он только вай-фай на борту у него четырехъядерный процессор rk3188 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт внутренней памяти да и так здесь у нас кнопочка включения разъем для подключения наушников разъем для подключения usb mini mini usb поддерживает у т.г. флешки и все тому подобное здесь у нас разъем для подключения зарядки вот такой маленький у меня было было видео вот здесь вот можете посмотреть где мне пришли провода специальный для зарядки по usb и здесь две кнопочки для регулировки громкости в принципе громкость вы можете регулировать и на самой touch панели и вот здесь вот по поводу зарядочки могу сказать что аккумулятор заявлены здесь 3000 миллиампер часов но как-то вот тесты неоднозначно не показали кое-какую вещь но них я чуть-чуть попозже вам расскажу но могу сказать еще дополнить что во время заряда если заряжать от зарядки которые от 220 кстати вот если заряжать этот такой зарядки то в наушниках появляется посторонний шум и тач начинает тупить неверно начинает работать но вот если же пользоваться зарядкой от usb через этот вот разъем то никаких наводок никаких глюков стачем вообще нету то есть видно такой блок питания не очень качество собора так по поводу камер камера здесь 0 3 мегапикселя для фотографии конечно не пойдет но для общения по skype в принципе вполне под подходит также здесь имеется разъем для подключения флешки здесь сейчас стоит флешка на 16 гигабайт заявлена поддержка надо 32 гигабайт но я думаю 16 64 гигабайта здесь без каких-либо проблем пойдут и есть кнопочка reset я и ни разу не пользовался потому что софт достаточно допилен хорошо оптимизирован никаких глюков подвесонов тормозов не наблюдается все отлично все быстро все очень хорошо тест антуту показал результат 20 979 очков очень хороший результат здесь можно почитать посмотреть другие показатели этого планшета но принципе очень хороший достаточно интересный результат пока идет тестирована на на марк могу сказать что тач поддерживает до 5 касаний что в принципе больше по сути не нужно для такого размера экрана так на на марку нас показал результат 58 и 1 fps тоже в принципе все неплохо при запуске некоторых программ и тестов почему-то разворачивается в такой разворот когда камера у нас получается снизу хотя логичнее и более удобно держать его так вот микрофон у нас то есть точнее динамик у нас получается сверху мы не закрываем руками и также вот где-то вот здесь у нас про и начинается нагрев и получается что руками мы этот нагрев не трогаем и так и пик цитадель у нас показал результат ровно 40 fps кадров при разрешении 1024 на 552 высокое качество 552 из-за того что вот эта рамочка с кнопочками и так теперь бы хотелось сказать по поводу времени работы этого планшета при 50 процентной яркости и выключенном вай фай планшет проработал 8 часов 20 минут при этом еще осталось 15 процентов заряда самое интересное что я не успел подметить то время когда планшет уже выключился но при тестировании я смотрел было уже даже 9 часов то есть такого заряда на такой батарейки этот планшет при просмотре видео проработал 9 часов могу сказать что я смотрел на нем две части охотники за привидениями каждый раз и тестировал я его два раза два или три раза потому что мне первый раз показалось вот этот результат она аномально высоким но когда на второй на третий раз почти такие же цифры то мне ничего не оставалось как поверить этому вот при стопроцентной нагрузки планшет проработал 1 час 23 минуты это включенный вай фай стопроцентная яркость и процессор полностью за загруженные как видите ли разряд идет ровно ровно равномерно и потом уже вытягиваются потихонечку час 23 конечно в игрушки на этом планшете долго не поиграешь что достаточно обидно но очень интересно вот такая вот разница 9 часов и полтора часа usb доктор показал заряд 2375 миллиампер часов также заряжал его два раза результат фактически почти одинаковый даже если учесть что в этого usb доктор есть какая-то погрешность 10 процентов то емкость аккумулятора примерно две с половиной тысячи не знаю или же производитель занижает или же так оно и есть на самом деле игры на этом планшете как ни странно идут достаточно нормально видно rk 3188 уже хоть и достаточно старенький процессор но в принципе очень хорошо вывозит тормоза небольшие есть но тем не менее все идет отлично виду видно тому вино и 1 гигабайт оперативной памяти все-таки 1 гигабайт оперативной памяти это прям минимум для таких уже устройств так ну давай давай сюда туда погнали 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 конечно мы готовы к старту раз два три поехали есть небольшие подергивание но как правило все идет достаточно плавник ну что вы хотели от такого бюджетного планшета конечно потому что 100 с такой суммой денег играть еще в такие игрушки много стоит ну и знаю вашу любовь к world of tanks кому то не нравится я решил это устройство протестировать на такой интересной игрушке world of tanks blitz я если честно почитал комментарии многих подписчиков как они загружают эту игрушку на двух ядерный на 2 гигабайтный с звук памяти телефоны восьми ядерный телефон и как это у них тормозит приложение я без всяких там рассчитывания решил поставить его сюда но самое интересно что игрушка идет отлично fps как видите 44 43 то есть fps вполне играбельный и можно от вполне отлично играть в танки нам даже таком приложении ой господи приложение на таком планшете если честно я немножко подсел меня заметили вот он баба 44 fps меня взорвали как видите что можно играть в этом на этом планшете в эту игрушку я теперь буду своих тестов использовать вот это приложение думаю вам будет интересно смотреть как планшеты играются на таком устройстве gta последнее время я думаю что смысла ставить нету все-таки уже приложение достаточно старенькое в него все наигрались а это приложение достаточно новое и достаточно интересно ну что вот такой незамысловатый планшет мне он очень понравился неоднозначным конечно с одной стороны по поводу аккумулятора но очень хороший экран я достаточно яркий с отличными углами обзора достаточно быстрый чтобы поиграть в некоторые игрушки даже современные как видите в world of of tanks blitz идет с достаточно хорошим показателем fps тесты тоже достаточно интересны то есть самое главное еще достоинство этого планшета его цена 60 чем-то долларов я думаю очень низкая цена для такого устройства на котором можно поиграть современные игрушки что же с вами был сергей подписаны на мой видеоканал ставьте палец вверх пока ребят